МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напор демагогии о необходимости повышения рождаемости в стране усиливается. Все чаще с высоких трибун хорошо обеспеченные дамы и господа говорят о том, что нужно заставить российских женщин рожать. В последнее время особенно кучно пошло. Громкие заявления звучат чуть ли не каждый день. Парламентарий Милонов назвал бессмысленными бездетные семьи. Другой депутат Госдумы Вяткин заявил, что молодые россиянки должны начинать рожать с 20 лет. Член Совета Федерации Маргарита Павлова призвала переориентировать девушек с получения высшего образования на рождение детей. Озаботился большим количеством абортов и патриарх всеокапиталистической Руси Кирилл. В России действительно проблемы с популяцией существуют. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт очевидный, все признают и политики, и социологи. В качестве причин низкой рождаемости власть имущие называют все, что угодно, только не социально-экономические условия в стране. Ничего не говорят они о бедности и нищете, о страхе перед будущим, о неуверенности в завтрашнем дне. В 2019 году, по данным Росстата, 26% российских детей находились за чертой бедности. 52% детей в многодетных семьях жили в нищете. Капитализм разрушает семью. Владимир Владимирович тут как-то сказал, что дело не только в материальной стороне вопроса. Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов, конечно, крайне значимы. Но это далеко не все. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Но разве может быть нравственность чем-то отдельным от экономического уклада? Не рыночная ли экономика способствует нарастанию социального эгоизма и отчуждения между людьми? Не рыночная ли экономика превращает отношения между мужчиной и женщиной в расчетливую куплю-продажу? Многие сегодня не видят смысла не то, что в продолжении рода, в собственном существовании. И тут сколько угодно можно кадилом махать. С утра до ночи с умным видом болтать о традиционных ценностях, жаловаться на плохой Запад, подкинувший на Святую Русь неправильные ценности, не поможет. Пока не изменится экономический строй общества, вымирание не прекратится. Чтобы увидеть истинную причину низкой рождаемости в России, буржуазным горе-животноводам, резко озаботившимся сокращением поголовья своего стада, достаточно просто подойти к зеркалу. Десятки миллионов не появившихся на свет детей – это оборотная сторона сверхдоходов и роскошной жизни хозяев крупного капитала, а также всех их вписавшихся в рынок лакеев. Вы, господа, и съели этих неродившихся детей. Социально-экономические условия капитализма – самая эффективная форма контрацепции на свете. Американский комик Джордж Карлин однажды здорово прошелся по лицемерию борцов с абортами в капиталистическом обществе. Конечно, у американских проблем своя специфика, но в целом при капитализме везде одно и то же. Правящий буржуазный класс люди интересуют лишь как наемные рабы и объекты для эксплуатации. Что будет с рожденными детьми, в каких условиях они будут расти и воспитываться – господ не волнует. Главное, чтобы поступал расходный человеческий материал. Консерваторы – это что-то с чем-то. Они всегда выступают в поддержку еще нерожденных детей. Они сделают все для нерожденных. Но как только ты появился на свет, ты сам по себе. Консерваторы, ратующие за жизнь, одержимы плодом от зачатия до девяти месяцев. После этого они не хотят о тебе знать. Они о тебе слышать ничего не хотят. Нет ухода за новорожденными, нет детсадов, нет льгот, нет школьных обедов, нет талонов на питание, нет социального обеспечения, ничего. Если ты вот-вот родишься, с тобой все в порядке. Если ты вот-вот пойдешь в школу, тебе трындец. Консерваторам на тебя насрать до тех пор, пока ты не достигнешь призывного возраста. Вот тогда ты им подходишь. Теперь ты как раз то, что они искали. Консерваторам нужны живые младенцы, чтобы они могли сделать из них мертвых солдат. Консерваторам нужны живые младенцы, чтобы они могли сделать из них мертвых солдат. Консерваторам нужны живые младенцы, чтобы они могли сделать из них мертвых солдат.